Перед тобой два краба. Первый настоящий краб, который обитает на морском дне, питается, растет и размножается, как и его сородичи. А вот второй, это уже не краб. Это его пустая оболочка, которая служит лишь для одной цели – вывести на свет паразитов. Самое страшное, что внешне они ничем не отличаются, но судьба второго закончилась с самого момента заражения. Он не умирает, не болеет и даже не подозревает, что заражен. Но паразит держит своего хозяина полностью здоровым и в счастливом неведении, что его роль – быть живым инкубатором для чужого потомства. Привет, друзья! Давай продолжим разбирать самые интересные формы жизни, которым когда-то пришла эта безумная эволюционная гонка. Это вторая часть серии про паразитов, и сейчас мы разберем животных, что полностью перестраивают свои тела в надежде попасть внутрь своей жертвы. Так что не забудь поставить лайк и подписаться. А мы начинаем! Вернемся к крабу-пустышке, которого ожидает не самая приятная участь. Он заразился одним из самых страшных паразитов, которым может присниться лишь в ночном кошмаре. Дело в том, что в его брюшке поселился крохотный рачок – сакулина, гроза морских ракообразных. Чтобы попасть внутрь, этот усынокий рак пошел на опасную авантюру. Он полностью перестроил свое тело под одну задачу. Все начинается с появления на свет небольшой треугольной личинки сакулины, у которой еще и имеется три пары конечностей и один глаз. При большом отдалении она даже напоминает какого-то маленького рачка. Но особенности строения уже проявляют ее необыкновенную судьбу. Личинка полностью лишена рта и пищеварительного тракта. И это не глупая ошибка эволюции, а жертва, которой приходится платить за стремительное внедрение. Небольшое промедление приведет к голодной смерти, поэтому после рождения личинка переходит в режим берсерка. Ее единственная цель – найти подходящего хозяина – краба, который беспечно прогуливается по морскому дну. Как только личинка находит жертву, она претерпевает самую необычную метаморфозу, который только можно представить. Она сбрасывает свой двухстворчатый панцирь, мышцы, конечности и все остальное, что никогда больше не понадобится. От ее тела остается лишь небольшое мягкое скопление тканей, лишенное внутренних органов и конечностей. Когда сакулина находит свою жертву, она подплывает к ее самой уязвимой части – суставу краба, мягкому промежутку, где соединяются две жесткие пластины ноги или клешни. Когда становится понятно, что жертва подходит, у бесформенного скопления тканей, так называемой стадии кетрагона, образуется твердый шип, через который, как через шприц, сакулина впрыскивает столько тканей, сколько сможет. В результате такой прививки от личинки остается лишь микроскопическое скопление клеток, которое попадает внутрь краба и фактически завершает его жизнь. Теперь это тот самый краб-пустышка, который никогда не размножится. Его ожидает забота об ужасном потомстве своего паразитического соседа. Теперь внутри краба из того, что смогло протиснуться, сакулина формирует корневидную систему – интерну, которая опутывает все органы хозяина, проникая в каждый уголок мягких тканей. Отсутствие собственных органов теперь не имеет значения, потому что все питательные вещества рачок получает напрямую из крови – гемолимфы хозяина. Причем выросты заходят даже в глазные стебельки. Когда первый этап по порабощению выполнен, начинается второй, не менее жуткий. Тут самое место начать посмеиваться жутким смехом безумного ученого. Деда, иди домой пьянствовать! Сакулина переходит в стадию размножения. Для этого ей нужно выйти наружу. Когда приходит время, самка-паразита начинает выращивать на брюшке краба свой внешний орган. То, для чего все действо затевалось – половой мешок, экстерну, который нужен исключительно для размножения. В центре мешочка открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда самец сакулины прикрепляется к телу самки, он в течение 10 часов также проходит сложнейшую трансформацию. Отбрасывает большую часть своего тела, внешние экзоскелеты, конечности, чтобы протиснуться внутрь узкого канала и добраться до цели. Всю оставшуюся жизнь и свою, и партнерши он будет непрерывно оплодотворять яйца. Почти каждая самка сакулины имеет два канала, где могут одновременно жить два самца. Из оплодотворенных яиц скоро появляются новые паразиты, которые отправляются искать следующую жертву. Будь осторожнее, я слышал, что если поставить лайк и подписаться, паразит пройдет мимо и не заметит. Вот такой вот жирный байт на подписку. Сакулина полностью перестроила свое тело, образ жизни и процесс размножения для того, чтобы все стадии не навредили крабу. Ведь если жертва будет чувствовать, что в ней кто-то поселился, жизнь самого паразита будет под угрозой. Именно для этого паразит помимо физической перестройки осуществляет глубокую физиологическую и поведенческую манипуляцию своим хозяинам. Сакулина вызывает кастрацию, лишая как самцов, так и самок способности к размножению и предотвращая дальнейшие линьки. У самцов сакулина вызывает развитие женских вторичных половых признаков, таких как расширенное и уплощенное брюшко, а также изменяет их гормональный фон, делая их поведение похожим на поведение самок. Зараженный краб начинает заботиться о мешке с потомством сакулины, как будто это его собственные яйца. Он чистит вырост от водорослей, а когда личинки готовы к выходу, взбирается на возвышенность, чтобы помочь им расселиться в воде, используя покачивающееся движение, как это делает здоровая самка при расселении своего собственного потомства. Эта поведенческая манипуляция превращает краба в живой инкубатор и обеспечивает защиту и эффективное расселение потомства паразита. Самое поразительное, что предки сакулины – морские желуди. Ее филогенетическая принадлежность к ракообразным однозначно подтверждается стадиями развития и генетическими тестами. Это те самые небольшие рачки, которые крепятся на камнях и кораллах, поедая планктон из проплывающего мимо течения. Есть желуди, которые крепятся на самих панцирях краба, но они тоже не являются паразитами. Эта эволюционная перестройка прошла долгий и сложный путь. Сперва они жили сами по себе, а после сделали первый кровавый шаг, приспособились для жизни на панцире краба. Прошли миллионы лет постепенных изменений, во время которых одна популяция научилась получать пищу напрямую от краба. Теперь этот морской желудь может определять пол хозяина и полностью контролировать его жизнь. 6. Таким образом, потеря органов движения, чувства и пищеварения не является деградацией рачка. Это путь радикальной оптимизации. Поддержание органов требует колоссальных энергетических затрат, но внутри тела хозяина они становятся ненужными, так как защита обеспечивается панцирем краба, питание постоянным потоком питательных веществ из гемолимфы, а перемещение движениями самого хозяина. Вся появившаяся энергия направляется на рост корневидной системы и производство огромного числа потомства. Есть животные, которые когда-то решили, да зачем вообще париться и искать себе ресурсы, лучше залезу внутрь вон того паренька и буду потихоньку пожирать его изнутри. Ничего, если в процессе придется избавиться от всего ненужного мусора. Кому вообще нужны эти внутренние органы и конечности, если прекрасно живется без них? Примерно по такой же логике поступают некоторые кишечнополостные. Среди них есть много необычных представителей, но давайте остановимся на самом безумном. Этот слегка упоротый экземпляр зовется наркомедуза. Когда Геккель описывал эту группу, он не раз думал, наверное, сегодня бахнул слишком много, ибо свое название медузы подтверждают на каждом этапе своей жизни. Так что же с ними не так? Да все. Начиная с строения, заканчивая появлением на свет и способом паразитирования. Во взрослой стадии у них нет привычного ротового хоботка, как у других медуз. Обычно это вырост, исходящий из центра ротовой полости, который используется для захвата добычи и служит частью пищеварительной системы. У наркомедуз он расширился настолько, что стал покрывать всю нижнюю часть зонтика, переходя сразу в обширную полость желудка. Но это еще цветочки. В отличие от большинства стрекающих, у которых ось симметрии личинки соответствует оси симметрии взрослого организма, наркомедузы в ходе развития немного промахиваются, и ось смещается на 90 градусов. То есть щупальца развиваются на боку личинки, а не на привычном месте. Благодаря полной перестройке жизненного цикла под паразитирование, они отказались от стадии полипа, используя других медуз как своего рода подвижный субстрат. А размножение происходит прямо на жертве, бесполовым путем. Они пачкуются от взрослой особи, но делают это, мягко говоря, странно. Когда личинка наркомедузы находит свою жертву, она оседает на поверхности ротового хоботка хозяина, медузы другого вида, и начинает трансформировать свое тело. В ходе метаморфоза у личинки вырастает длинный хоботок и пара щупалец. Для получения пищи такая паразитическая личинка засовывает свой хоботок в пищеварительную систему хозяина, чтобы воровать питательные вещества. На противоположном конце тела впоследствии образуется клубок, состоящий из мелких копий наркомедузы двух типов – столон. Первые отсоединяются и становятся взрослыми особями, а вот вторая группа перебирается в полость желудка хозяина и остается там, начиная вести полностью паразитический образ жизни. Они прикрепляются тканям и медленно поедают находящиеся там остатки питательных веществ. Из-за такого специфического образа жизни паразит претерпел упрощение в строении пищеварительной системы и радикально перестроил свой жизненный цикл. Помните ту необычную улитку, которая ползала по своим делам, но случайно попала в первую часть? У нее в левом глазу пульсировала какая-то разноцветная трубка. Это работа плоского червя под названием «Лейкохлоридий парадоксальный». Представьте лицо немецких натуралистов, которым Карл Каррус, первый ученый, описавший вид, пытался объяснить, как устроен цикл размножения этого паразита. Никто не поверил в его существование, поэтому имя ученый подобрал соответствующее. Взрослый червь обитает в кишечнике птиц, а яйца с пометом попадают в траву. Там постоянно ползают голодные улитки, которые без разбора поедают сочную траву и листья, даже не совсем чистые. Естественно, в процессе улитки проглатывают яйца своих будущих соседей. Вот с этого момента начинается полный кошмар. В теле моллюска из яиц развивается личинка, но эти трубочки в глазах не совсем она. Здесь все гораздо сложнее, но продумано до мелочей. В результате бесполого размножения у личинки появляются сотни циркарий, личинок второго поколения, которые впоследствии отправляются блуждать по пищеварительному тракту в поисках печени улитки, вернее ее аналога. Там они претерпевают еще один метаморфоз и становятся спороцистами, клубком перепутанных друг с другом ниток. Вот это уже те самые пульсирующие трубки. Но с небольшой оговоркой. Спороцисты внутри полые, но не пустые. Как раз там зарождаются мелкие личинки, готовые к десантированию в основного хозяина. Они уже являются последним звеном перед стадией взрослого червя, который произойдет в птице. На концах трубочек спороцисты образуются наросты, так называемые мешочки, в которых накапливается потомство коварного паразита. Одна или несколько трубок прорастают через все тело улитки и медленно шаг за шагом, напрягая образовавшиеся мышцы, пробираются в ее глазные щупальца. По не совсем понятной причине они предпочитают именно левый глаз, если он еще не занят. Если занят, то они сперва тщательно проверяют, что туда не пролезть, а потом пойдут в правый. Как думаешь, почему именно левый? Можешь написать в комментариях. Когда мешочек попадает в щупальца, он сразу увеличивается в диаметре и приобретает свой яркий полосатый узор. На теле трубки образуются зеленые круги, а на конце черные пятна. Все это нужно для того, чтобы птица приняла глаз улитке за вкусную гусеницу. Вдобавок, чтобы стать еще более заметной, спороциста начинает пульсировать, чтобы ее точно проглотили. Как раз яркие цвета хорошо просвечивают сквозь прозрачный кожный покров моллюска. От такого угощения не откажется ни одна разумная птица. Паразит не только прорастает в теле улитки, он начинает менять ее поведение, буквально обманывая. Теперь жертва хитроумного черга спешит на свет, потому что паразит снижает у него восприятие степени освещенности. На свету у такого паразита больше шансов продолжить свой род, и поэтому он начинает дергаться активнее. Пролетающая мимо птица садится и склевывает такую псевдогусеницу, в итоге проглатывает сотни личинок паразита. А на месте склеванного птицей глаза отрастает новый, внутрь которого пробирается следующая трубка с паразитами. И все повторяется вновь и вновь. Такая улитка не умирает, а продолжает выполнять роль приманки всю оставшуюся жизнь. Так что даже если вытащить из нее спороцисту, помочь все равно не получится. Оказавшись внутри птицы, мешочек с паразитами разворачивается. Черви отправляются в кишечник, присасываются к телу конечного хозяина с помощью ротовых и брюшных присосок и начинают активно размножаться. С пометом паразитические яйца попадают на траву, где однажды их проглотит случайно проползающая улитка. Разве это не круто? Хозяины и паразиты находятся в постоянной гонке вооружений. Паразиты изобретают новые способы завоевания хозяев, полностью перестраивают свое тело и поведение, придумывают сложнейшие механизмы обхода иммунной системы и проникновения внутрь. Хозяева тоже не стоят на месте, а разрабатывают новые методы борьбы с незванными гостями. Эта вечная война никогда не закончится. Однако не разрушение результат постоянного противостояния. Напротив, постоянное сопротивление послужило невероятным толчком, двигателем, который стимулировал бесчисленные достижения эволюции. Так появилось разнообразие жизни, частью которого являемся и мы с вами. Есть повод задуматься, так ли ужасны эти создания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для меня это очень важно. Можешь заглянуть также в телегу. Если понравилась тема, напиши в комментариях, нужно ли продолжать разбирать паразитов и их сложные механизмы приспособления. У меня как раз накопилось много годного материала. Стоит ли выпускать третью серию? Спасибо всем, кто поддерживает. До новых встреч!